Сегодня я поделюсь с вами своим опытом. Расскажу о своих ошибках, которые я допускал, когда только начинал заниматься фотографией. Надеюсь, тем самым сэкономить кучу времени вам, рассказав об этих опасностях. Итак, пять ошибок, которые подстерегают начинающего фотографа. Первое. Надеяться на фотошоп, думая, что проблема фотографий в недостаточной обработке. Эта проблема может увести вас очень далеко. Сначала чуть-чуть здесь подправить, потом здесь. Каждый последующий шаг уводит вас все дальше от оригинала, превращая вас не в фотографа, а в художника. Если вы хороший художник, то это может быть и неплохо. Но если вы художник так себе, ну как я, например, то получится что-то типа такого. Это моя фотография 2007 года. Тогда я верил, что обработка сможет сделать ее лучше. Оставлять какой-нибудь цветной объект на черно-белой фотографии, вот еще один пример несостоятельности фотографа. Это довольно пошлый прием, и никто из серьезных фотографов им не балуется. А все потому, что серьезный фотограф умеет использовать технику, свет, композицию, для того, чтобы расставить акценты в кадре во время съемки, а не при обработке. Он понимает, что если кадр плохой, то никакой фотошоп ему уже не поможет. Обработка может сделать фотографию лучше, но применять ее нужно скромно и незаметно. Высший пилотаж – это когда зритель вообще не может понять, обрабатывался кадр или нет. Второе. Когда вы уже понимаете, что фотография плохая, но все равно продолжаете возлагать на нее надежды. Мы относимся к своим фотографиям более трепетно, чем к чужим. Мне, например, тяжело признать себе, что вся съемка не удалась. Я вроде и понимаю, что все плохо, но обидно же, что ничего не получилось. Ну, вдруг какой-нибудь кадр все-таки можно вытянуть? Вдруг я чего-то не вижу? Вдруг найдутся какие-то волшебные потайные смыслы, если я, например, переверну кадр? Или, может быть, он станет лучше, если я добавлю какую-нибудь рамку? Ну, чаще всего нужно просто оставить неудачную съемку в покое и идти дальше делать новые фотографии, которые будут намного лучше. Нужно просто привыкнуть к мысли, что первые 100 тысяч ваших кадров будут ужасными. Это все черновики. Они важны для вашего обучения, но не стоит о них жалеть. Неудачи делают нас только сильнее. Третья ошибка. Останавливаться на достигнутом. Часто на съемке возникает ощущение, что мало времени, что я ничего не успеваю, нужно сфотографировать побольше сюжетов, ну, а потом что-нибудь выберу. Ну, вроде уже нормально. Уж какой-нибудь кадр-то получится. Но не стоит надеяться на удачу. Важно идти до конца, доделывать начатое, доводить конкретный кадр до идеала, до того состояния, когда вы уже не понимаете, что еще можно в нем улучшить. Лучше сделать один хороший кадр, который запоминается, чем кучу посредственных недоделанных кадров. Делайте много дублей одного сюжета, пока не добьетесь того, который будет вас удовлетворять. И не надеетесь на последующую обработку в фотошопе. Конечно, здесь можно заиграться настолько, что вообще ни одного кадра не получится. И это очень опасно, если вы снимаете на заказ, например. Поэтому я всегда стараюсь начать важную съемку с чего-то простого. Сделать для начала десяток простых, но удачных кадров, чтобы вы могли приступить к чему-то более сложному с чистой совестью. Четвертая ошибка. Излишняя навязчивость для зрителя. Бывает, что фотограф не вполне уверен, что смог донести свою мысль до зрителя. И всеми силами старается насытить кадр убедительными намеками. Например, чтобы показать беременность девушке, недостаточно же просто показать ее живот на восьмом месяце. Правда, нужно же обязательно обнять живот, сложить руки в форме сердечка, а сверху еще положить пинетки и повязать праздничную ленту или огромный бант. Для еще большей убедительности можно добавить снимок УЗИ и табличку «В ожидании чуда». Ну все, теперь-то точно все поняли, о чем снимок. Спасибо, что объяснили. Не делайте так. Это слишком навязчиво для зрителя. Зритель не должен чувствовать себя идиотом, которому нужно все так разжевывать. Оставляйте небольшую загадку на фотографии. Пусть зритель чувствует себя немного исследователем, который сам находит потайные смыслы. Ну и последняя, пятая ошибка. Использовать не фотографические средства, а пытаться улучшить фотографию чем-то другим. Ну, например, делать упор на костюмы, макияж и прочие эффекты. Конечно, красивый наряд выигрышно смотрится, но один лишь наряд сам по себе не сделает фотографию хорошей. Стремитесь, чтобы зритель не думал так «О, какая красивая девушка! О, какое красивое платье!» Нужно стремиться, чтобы зритель сказал «О, какая хорошая фотография!» Вот это ценно! Еще один пример нефотографичности – это так называемые диптихи, триптихи и так далее. Когда совмещаются несколько фотографий, которые как будто дополняют друг друга. Ну, например, лицо человека и его руки. То есть, две разные фотографии склеили в одну. Я готов воспринимать это как дизайнерский ход, например, для оформления интерьера. Но когда фотограф видит сюжет только таким, сдвоенным, это все выглядит как капитуляция. Таким образом, фотограф показывает, что не смог выполнить свою основную задачу. А основная задача фотографии – это одним кадром передать суть сюжета. Один кадр – в этом прелесть фотографии. А рассказывать историю двумя, тремя, четырьмя кадрами – это уже ближе к кинематографу. И все дальше уводит нас от фотографического мастерства. Нет, я совсем не против смешения жанров, техник, подходов, когда это оправдано и осознанно. Но в подавляющем большинстве случаев это просто попытка фотографа упростить себе задачу. Вполне возможно, что то, о чем я сейчас говорил, это вовсе не ошибки именно для вас. Но лично для меня это ошибки. Надеюсь, что вам это видео поможет хотя бы задуматься о них. Я лишь поделился своим опытом, а выбор всегда за вами. Никому не верьте, всегда все проверяйте, а самое главное – больше фотографируйте. Продолжение следует...